Привет, Эташа. Всем наше почтение. Я Лидия. Я увидела на днях у прекрасной Маши замечательное видео, посвященное первым книгам. Все ссылки внизу, как всегда. Кстати, очень хорошая девочка, очень советую смотреть её канал. Ну и я решила нагло собезьянничать и подхватить, так сказать, эстафету. Погнали. Первый вопрос. Как тебе упала твоя первая электронная книга? Та-дам! Мама подарила на день рождения. По заказу. По заказу тогда ещё они... Ну это был не совсем заказ, это был намёк толстый такой. Ну понятно. Намёки-то с лёдом схватывали, поэтому мне были вручены все технические характеристики, сколько, чего, куда и как. Я только сказала, что это должно быть электронной чернила. Ну всё. Я, так сказать, в технике тупо от рождения. Абсолютно тупо. И потому всё, что касается... То, что ты не хочешь в ней разбираться и тупость, это разные вещи, извините, конечно. Ну и дону. Поэтому вот только домашний мастер и прочие всякие учители. В этом смысле. Я бы тогда не смогла пользоваться ни компьютером, ни тем более электронной книгой. И в Литве на работе учили? Ну, включить и выключить, вот и всё. И микроскоп запустить? Ну, да. В офис? Ну и мы-то, в принципе, так планировали чуть-чуть, наверное, что если у нас будет электронная книга, то мы будем ею пользоваться вместе. Так? Ну, у Даши как-то тут получилось, что было книжное чтение, то есть в виде книг, как-то не больно от этой электронной книги, которую ей подарили. Она пользуется. Зато я вцепилась всеми моими. И тут началось. Тут прямо с нами понесло. Короче, грузить, грузить и грузить, читать, читать и читать. Я буквально не выпускала её из рук, потому что, ну, это ответ на другой вопрос. Поехали. Ты посоветуй расскажи. Ну, да. Ну, а потом, не прошло и полгода, Даша, значит, запила. Эй, эй, чья книга-то как бы мне понравилась? Я-то не имею возможности. Я говорю, ради бога, только я к ней отдам. А ну, мне же неловко, ты же читаешь вообще. Давай-ка, милая моя, это как-то отдельно. Ну, ладно. И тогда мне на день рождения уже. Что ты меня прям в собственничестве какой-то уставляешь. Ну, как бы вот так. Для удобства. Тогда на день рождения я тоже заказала. Дайте мне вот сестра. Ну, уже не у меня, а, да. Ну, да. И сестра, значит, с родной, родная моя, она принесла. Правда, это не электронная книга, это планшет такой. Конечно, это самый дешевый вариант такой. Но, посмотрите, как он влекует. Зеркало. Даша сразу взяла, только распечатала. Боже мой, смотреться, может, точно нужно смотреться. Галимое зеркало. Бликует. Спас у меня. Ну, я, естественно, вцепилась в нее. Дело в том, что зарядная здесь, то есть, действует всего лишь два часа с небольшим. И я просто вынуждена была читать постоянно в включенном зарядном остатке. Не совсем удобно. То есть, никуда не отлучиться, ничего никак. Только на два часа можно и садиться быстренько, зарядная. Поэтому у меня постоянно включена. Я привязана, можно так сказать, к этому планшету была. И вскоре, что у меня образовался хронический конъюнктивит даже, я вот грешу на вот эти влекующие. Читаю все-таки 8-10, иногда и больше часов в сутки. И поэтому... Книга-маньяк. Ну, да. Поэтому, как бы... Те, кто думают, что я много успеваю прочитать, просто не знают, в каких количествах мама читает. Ну, да. Об этом мы чуть позже. Потому что я, в принципе, запросто прочитываю 40 книг и больше за месяц. Так что читаю и днем на нынешнем. Вот. И, правда, офтальмолог потом не согласился, к которому меня, опять же, Даша пеликами загнала. Иди, иди уже со своими глазками. Я говорю, я вот грешу на планшет, потому что я... А знаете, как я ее загнала? Я ей сказала, если ты ее ослепишь, я тебе слуху, читать не буду. Я запугалась, грешала. Ну, офтальмолог как-то скепически отнеслась к этой гипотезе, все-таки сказала, что это какая-то вещь, что-то там попало. У тебя написано в книжке Диана Сеттерфилд открыто. Да. Да. И вот, поскольку, значит, вот такие неудобства с этим планшетом, мы решили, что это от юбликов вот таких, поэтому Даша мне подарила уже на 8 марта вот такой вот кукинг. Объемом он несколько меньше, но это никак не влияет на восприятие. Для сравнения, смотрите, вот моя, и вот мамина. Ну, да. Ну, с шестем вот здесь, ну, она меньше, но это никак не влияет. Она на ладошки умещается. Да, очень удобно, очень удобно. Просто она вот и зарядки здесь хватает на неделю, по крайней мере, почти. И очень удобно. Лежа, сидя прямо вот так чудненько. О, у меня открыто здесь как раз Диана Сеттерфилд. Через много-много лет вот этот Белмен и Блэк, или незнакомец с черным. Чудесненькая. Это после 13 сказки, так сказать, вот такие новости. Вот так вот теперь пользуюсь, конечно, тоже не выпуская из ручек своих цепких. Я свидетельствую. Вот так. И второй вопрос. Какой электронной книгой ты сейчас пользуешься? Ну, мы уже ответили. Нет, мы не назвали, ниже существует серия номера. У меня DIGMA E601HD. Выглядит она вот таким образом, без обложки. Я на нее делала обзор и видеообзоры. И на сайте рекомендации делала текст, вот так сказать, с обилием фотографий. И можно пройти посмотреть, оставлю ссылки, как всегда. Хвастай все свои. Ну, у меня покетбук. А у тебя какой? А здесь больше ничего. И надо брать тоже покетбук. Блин, я знала, да забыла. 620, 520, что-то... И я внизу потом подпишу, ага. Маленький, удобненький. Так, ты доволен или разочарован? Сложно сказать, потому что... Хорошая книжка, ну, есть у нее... Вот, например, в покетбук есть многие функции, которые мне очень не хватает моей. Вот, поэтому... Покетбук мне очень понравился. Не, ну, я хотела бы вот такого размера, как моя. Ну, достаточно вполне. Я же читаю, как этот... Диккенс. То есть, я фотографирую. Я не по строчкам пробегаю. Я задолбаюсь здесь нажимать. Постоянно. Мне по секунду приходится нажимать. Ну, ничего привыкнешь, это очень удобно. Поэтому, так сказать... Я лично довольна, потому что никаких дополнительных функций мне не требуется. Я даже не умею перелистывать на начало, когда я дочка. Как это у меня вот образовалось вот это, даже. Тынь-тынь-тынь. Ну, ладно. Поехали дальше. Используешь ли ты чехлы, панели и прочие аксессуары? По одной единственной причине я использую чехол, потому что он уже шел в комплекте вместе с книжкой. Но дома я им не пользуюсь, только как бы я просто... А чехол я использую только в двух случаях. Когда я ставлю электронную книжку на полку, когда, допустим, есть много книжных новинок в натуральном виде, либо когда я куда-то ее с собой беру, там, в поездку, еще куда-то. Ну, у меня-то нету, я вполне довольна. Мне не надо ни фишаров, ни каких-то еще чехлов, либо, знаешь, что... В чем, на твой взгляд, преимущество электронных книг над бумажными? Ну, во-первых, в дорогу очень удобно, потому что можно хоть сотню закачать книг и потом читать. Вот, удобная функция закладок, но только не в моей версии, там больше 10 закладок и не сделаешь. Таких книг, как «Шантарам» или «Говорят погибший герой» — это настоящая трагедия. Так, ну, что еще? Все. А, и, конечно, огромный доступ к совершенно бесплатным книгам. Мы злобные пираты. Это да, потому что, конечно же, при нынешнем положении издательского дела и прочее, печатают мало, печатают там, ну, какие-то аналитики или еще чего-то. Да, что-то из старого, практически ничего, потому что, ну, читательский спрос весьма и весьма низок. Увы и ах, конечно. Вот, и поэтому что-то найти, так сказать, проблемно, какие-то книги, естественное количество. Тем более, те, которые уже давно не сдаются. Да, да, да. А вот в интернете можно все, что угодно, на любой вкус найти, и это очень удобно. Конечно, преимущество просто колоссальное. Ну, и дорого, конечно, покупать книжные. Мы покупаем, конечно, но теперь уже не так много, потому что… Да, уже не в таких количествах. Ну, и не то, что нам надо, и… Опять же, место экономится на книжах-палочках. Ну, это тоже, конечно, верю. А наоборот, преимущество… Ой, масса. Во-первых, у нас, мамы, странное распознавание, так сказать, хорошей книги или нет. Она по шрифту, я по запаху. Не то и другое с электронной книжкой не проделать. Это там тоже и шрифт, но он настраивается под все книги, он един. Значит, можно полистать. Вот у меня какой-то был период, я очень долго читала исключительно в данном варианте. И когда я взяла в руки настоящую книгу, сколько это было тактильного счастья. Можно к себе прижать, можно перевистывать, можно там это… В раскрытом виде просто вот тупо её держать, уже очень я скучала по тактильным ощущениям. Ну да, безусловно, книга. Ну, когда 60 лет, извините, книги читаешь, то перестроиться на что-то другое, ты настолько уже привык, свык, полюбил. Поэтому лично для меня вот электронная книга – это только в силу необходимости. Конечно, я бы читала нормальные книги, и в достаточном количестве, что мне надо. Но, увы, увы, ах, только поэтому. Ну и за электронными книгами будущее. Подожди, а как же усовершенствование? А, да, видите, тут ещё. Какие усовершенствования ты бы внёс в электронное чтение? Вообще ничего было не приходит. И мне. Ну, а мне так тем более. Я такой непритязательный потребитель, что лишь бы был текст, а на остальное я придумать ничего не могу. Ну и будущее – это за электронными книгами, нет? Ну, несомненно, это развивается новая отрасль, новый способ дохода. Существует уже издательство, которое занимается исключительно литературными книгами. Вот «Литрес», если мне не заменяет память, оно продаёт книги именно в электронном варианте. Так что очень-очень скоро, я не сомневаюсь, канут, так сказать, небытие бесплатные пиратские электронные книги. Но, честно, они откажутся от книг. Он, когда, помните, Москва слезам не верит, не верит, когда главный негодяй говорит, что вот за телевидением будущее ничего не будет, ни книг, ни театр. Одно сплошное телевидение. Вот он был неправ. Соответственно… Немножко прав. Да ну, оно сейчас выбирает это телевидение. Ну да. Ну, вытесняет Ютьюб. Естественно, всё развивается, всё заменяется. Да, поэтому будущее не сомненно, вообще ноль сомнений, что оно есть в электронных книг, но книжные останутся. Не в том объёме, конечно, что это затратно, это экологически вредное производство, в конце концов. Да, бедные деревья. Да, очень много всего этого и проводилось. Ну, конечно, совсем-то и сейчас-то нет. Хотя будет вытесняться, мне, думаю. Ну, не, ты знаешь, мне кажется, это хорошо скажется на качестве. Внешнего вида, хотя, говорят, не судя книгу по вложке, я её воспринимаю, и буквально тоже. Но оформление, оно уже сейчас много-много-много, в разы, в миллионы раз лучше, чем, допустим, когда не было ещё тоннных книг, потому что конкуренция. Ну, это уже, поэтому не существенно. Нужно как-то заинтересовать, замотивировать, чтобы человек купил. Ну, естественно, поэтому, конечно, и те же журналы глянцевые положим, те же «Космополитен» или там ещё какие-то, те же книги, ну да, какие-то особо, так сказать, в Финляндии печатали, извините, не у нас совершенно. Вот Акунинская книга, последняя вот эта «Тайная» и прочая, где она, думаете, напечатана? Ну, это Орель. Так вот, потому она и внешне, так сказать, выглядит. Не думаю, что поэтому, но вот не надо на наше издательство больше купить. Ну, не особо, конечно, тем не менее, возможности там как бы у нас и оборудование устаревшее, а на какие же, извините, всё это совершенствование. Ну, мы с тобой этой кухни не знаем, так что мы не можем утверждать устаревшее, не устаревшее. Ну, всё, да. Я надеюсь, понравилось. Подхватывайте, продолжайте. Мне будет, например, очень удобно узнать ответы. Значит, есть ли нет своего канала, пишите комментарии, почитаю, знакомлюсь. Пока. До скорых книг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok